Добрый день! Уволенных чиновников, что тоже является очищением государственного аппарата, кого-то на взятки взяли, кого-то еще что-то, они тоже увольняются, но в эту статистику они не считаются люстрированными и они потом могут занимать должность в течение какого-то времени. Чиновники, которые считаются люстрированными, они в течение 10 лет не могут занимать вообще государственную должность. Итак, на сегодняшний день хочу подчеркнуть, что Одесская область у нас на втором месте после Киевской области, после Киевского аппарата по всей Украине и люстрировано у нас 41 должностное лицо из 658 люстрированных по всей Украине. И вкратце скажу для примера, Николаевская область это всего 10 человек, Херсонская 11 человек. Ну вот, а всегда ли полностью выполняются критерии иллюстрации, указанные в законе? Понимаете, закон, все об этом говорят, что закон у нас далеко не идеален. И в законе нет конкретной объективности где-то иллюстрации по критериям. Критерии очень четкие, это, будем так говорить, есть автоматическая иллюстрация, работал на руководящих должностях при режиме Януковича, иллюстрируешься автоматически без всяких разбирательств. Не работал, если работал, но на определенных не руководящих должностях, тогда проходит определенная проверка. Проверка может быть... Что это за проверка? Расскажите, пожалуйста. Потому что многие люди вообще не понимают, что такое иллюстрация. У нас иллюстрация характеризуется только с одним явлением, мы с вами о нем поговорим позже, все о нем знают. Давайте все-таки объясним, что такое иллюстрация. Смотрите, закон об очищении власти, он предусматривает очень четкую проверку. Работал ли этот человек, был ли этот человек членом партии коммунистической, был ли этот человек в составе руководителем коммунистической партии, сотрудничал ли он еще там с КГБ и так дальше, и так дальше. Это есть в принципе прописано, и это взят опыт с западных законов иллюстрации, когда они очищались на самом деле именно от еще Советского Союза. И есть еще такое понятие, как имущественная иллюстрация, это в основном та основная проверка, которая на сегодняшний день проходит. Как она проходит? Она проходит следующим образом. Полностью проверяют по каждому чиновнику до 2016 года, аж до июня 2016 года, пройдут проверку все должностные лица. И полностью проверяют по имуществу, какое имущество есть, по задекларированным доходам. Все должностные лица сдают декларации. И на родственников? И показывают в том числе и родственников. В принципе комиссия, она и может затребовать, может не затребовать, но в основном проверяется достаточно жестко, и должностные лица в принципе таки говорят, что очень жестко проверяется, подсчитывается. А иногда некоторые говорят, что ой, мы там забыли включить в декларацию какой-то Жигули, который у нас давным-давно было. И это считается неправильно поданной декларацией, а неправильно поданная декларация это четко чистая иллюстрация. И вот еще назовите мне, пожалуйста, самые высокие чины в Одесской области иллюстрированные. Вот пофамильно, если можете. Пофамильно, ну, да, могу назвать. Это, к примеру, Сенкаевский, начальник ДФС, который у нас был, он иллюстрирован в Одесской области. Это прокуратура Кавун, который был зам прокурора области. Он, по-моему, иллюстрирован в Харьковской области. Он иллюстрирован в Харьковской области, но по факту, по факту он был нашим. Ну, заступник начальника Пивденной уметности Авдеев, Эдуард Евгеньевич, ну, такие основные. Кроме того, иллюстрированные по Одесской области, хочу подчеркнуть, это четыре председателя районных администраций. Это Белгороднестровская администрация, Чернолуцкий, это Болградская администрация, это Ивановская администрация и еще какая-то администрация. То есть тоже были иллюстрированы председатели районных администраций. Какую ответственность несет иллюстрированный чиновник? Ответственность он просто не может занимать должность в течение десяти лет. Ну, вот еще в последнее время, я вот обещала вернуться к этому вопросу, помимо законной иллюстрации, мы наблюдаем такие на улицах разных городов акции активистов, так называемая мусорная иллюстрация. Ваше отношение юриста к этому? Как ваше отношение юриста к этому? Мое отношение как юриста и как просто человека, который желает жить в правовом государстве, я считаю, что это просто недопустимо. Потому что приведу пример Ливии, Ирака, где... Ничего хорошего это не привело. Да, 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 где у нас вот практически таким образом иллюстрировали, государственный аппарат очень сильно ослабился, и у нас просто были... Не у нас, там были просто определенные банды крышевания, ну и мы знаем, чем это заканчивалось. Поэтому должен быть жесткий, очень государственный механизм, и все должно быть в рамках закона. Если активисты желают помочь, пролюстрировать каких-то конкретных чиновников, давайте факты, давайте их... Показывайте их дома, если вы знаете, что там есть дома. Если вы знаете, что этот чиновник нарушил что-то как-то, давайте решение суда, где написано, что этот чиновник вызван их дейны правомирными, или подавайте в суд, чтобы получить такое решение суда, или давайте какие-то решения вышестоящих органов, которые отменяют нормативные акты этого чиновника, тогда будут уже какие-то... Хорошо, а как вы намерены вообще, в принципе, с этим бороться? Потому что, ну, это уже немножко напоминает ахлократию, то есть толпа решает, что делать. Как вы намерены вообще с этим бороться? На самом деле, должны с этим бороться исключительно государственные органы, именно правоохранительные, это милиция. И, ну, будем говорить прозрачно и честно, на сегодняшний день уровень вот этой мусорной иллюстрации, он очень сильно падает. Если раньше их еще люди поддерживали, то на сегодняшний день людям надоело это, ну, народу. Потому что все понимают, что так быть не может. И мусорный бак сегодня бросают чиновников, а завтра будут бросать бизнесменов тоже, которые просто платят налоги и тоже абсолютно помогают развиваться государству. Послезавтра, кто знает еще, кого могут быть. Каждого могут бросить, это неправильно. Кроме того, хотел все-таки подчеркнуть, что тут нам еще где-то помогает американский народ со своим проектом USAID, справедливое правосудие. Они сейчас запускают около 10 грантовых программ по всей Украине, которые будут просто рассказывать людям о иллюстрации. Потому что по социологическому опросу люди вообще не понимают, что такое иллюстрация. И все говорят, что ничего не меняется. И просто мы должны понимать, что сравнительно, если взять даже опыт Польши и наш опыт, у нас иллюстрация идет более эффективно и более быстро. Потому что там она шла чуть ли не десятилетиями. И при этом очень важно, что в Польше была главная задача, когда они делали иллюстрацию, у них главная задача была выявить чиновников, которые сотрудничали с органами КГБ СССР. Если чиновник говорил, что да, я сотрудничал, он остается работать на должности. Но просто все знают, что он сотрудничал и в каких конкретных отраслях он сотрудничал. У нас же такого нет. У нас в любом случае, если что-то, где-то какой-то грех есть, увольняется. Или уходят сами? Да. Часто это уходят сами. У нас на сегодняшний день еще немного судей уже подали заявление на отставку. И сейчас Верховная Рада, когда этот вопрос дойдет, вы увидите, что многих судей просто уволят. Ну, они сами увольняются, некоторые на пенсию уходят. А на места? Кто придет на их места? Людей-то хватает вообще кадров у нас? У нас достаточно большая очередь на суде. Кто-то, кто прошел полностью все обучение. Некоторые при этом даже проходили еще при прошлой власти, у которых не было определенных ресурсов для того, чтобы купить себе должность. И мы считаем, что при такой системе зайдут все-таки, да, молодые, да, неопытные. Но на суды первой инстанции зайдут люди, которые будут пытаться выносить законные решения. И при качественной системе и при общественном контроле мы все-таки верим, что что-то поменяется. Но хочу четко подчеркнуть, что молодых как раз людей в апелляцию и в кассационные инстанции ставить нельзя. Потому что есть определенная процедура, это должен быть уже опытный судья. И как бы мы ни говорили, все-таки кассационные инстанции часто выносят законные решения. И многие юристы скажут, что мы проиграем пусть в первой инстанции, пусть нам откажут, пусть во второй, нам главное выиграть кассацию. Ну понятно, что это. Александр, спасибо за беседу. Мы надеемся, что все-таки очищение органов власти мы увидим воочию. Это случится, собственно, скоро. У нас в студии был Александр Ребец, председатель правления ООО «Союз юристов Одесской области». говорили о иллюстрации в органах власти. и série в возрастах в секунду. Продолжение следует...